Приветствую вас, дорогие друзья, в одной из программ в весенние дни 2020-го. Я напомнил о том, что приближается славное 45-летие победы Динамо Киев 1975 в Кубке Кубков. Середина 70-х. И для меня, признаюсь, замечательное, интересное время, когда в 1976 году увидела свет моя первая книжка. Два сезона. Скромное издание, без единой иллюстрации, только на обложке, капитан того легендарного Динамо Виктор Колотов после забитого гола. Царство ему небесное. Этому милости божьей футболисту и прекрасному человеку. На моем рабочем столе материалы, которые относятся к событиям тех далеких лет. И очень хочется, чтобы в 45-летие великой динамовской победы в Кубке Кубков увидела бы свет книжка два сезона, переизданная доржавную мовую. И признаюсь, что вот уже несколько дней к ряду не могу работать над любимой темой и вынужден был ее отложить. Возникла та самая ситуация, о которой когда-то в советских газетах писали под рубрикой «Не могу молчать». Невольно думаю в эти дни о Кашпировском. О феномене этого психотерапевта с мировым именем. И о том, как используя для пиара одной из российских программ фантастическую популярность Анатолия Кашпировского в конце 80-х, начале 90-х годов. И слава Богу, востребованность этого доктора подлинно с большой буквы в наши дни во многих странах мира, мягко говоря, невежественно говорили о его любимом деле. Надеюсь, поймете мою журналистскую позицию, почему не могу молчать, почему хочется высказать свою точку зрения об этой российской программе. С Анатолием Кашпировским имею честь быть знакомым уже более 30 лет. Анатолий Кашпировский 11 августа прошлого года, отметивший свой славный 80-летний юбилей. Слава Богу, и сегодня, впрочем, как и вчера, как два, как десять лет назад, как тридцать и более лет назад, востребован людьми. И что бы ни говорили, сегодня доброжелатели в кавычках Анатолия Кашпировского, а его канал в ютубе растет, как говорится, не по дням, а по часам. Вчера я видел 153, а сегодня вижу 154 тысячи подписчиков. Еще пару дней, и вот уже 155 тысяч. А пару недель, извольте, 165 тысяч. Еще неделя, и вот уже сегодня, 7 июня 2020 года, я вижу на канале Кашпировского в ютубе 166 тысяч подписчиков. Искренне рад за вас, Анатолий Михайлович. Рад тому, что вы, доктор, подлинно с большой буквы, востребованы людьми. Дорогие друзья, я намеренно порой называю даты, когда работаю над этой программой о Кашпировском. Начал, напомню, в середине апреля, и вот уже позади первая по календарю неделя летнего месяца. Признаюсь вам, что я не спешу, как говорят газетчики, выдать этот материал срочно в номер. В меру сил и возможностей своих пытаюсь глубже узнать Анатолия Кашпировского, врача-психотерапевта, о феномене которого заговорил весь медицинский мир 32 года тому назад. Впрочем, вернемся к авторской программе на одном из российских каналов. Эту программу я не смотрю. Не смотрю, потому что, как журналист, Андрей Малахов меня не интересует. Не интересует давно. Не сочтите за пафос, но с тех самых пор, как я понял, что этому россиянину чужды такие элементарные понятия для приличного человека, как честь и достоинство. В своем блоге на сайте Ронин однажды опубликовал о нем... Малахов. Прямой эфир? Не верю. Максакова встречала московского гостя салом и горилкой. Процитирую первый абзац. Российских телезрителей готовили к сенсации. Тиви-звезда Андрей Малахов ушел с первого канала. Уже 28 августа сего года, в понедельник, состоится его дебют на канале «Россия-1». Прямой эфир. Причем дважды за один вечер. Не правда ли? Любопытно. Дата этой публикации 29 августа 2017 года. Поясню, что 28 августа 2017 года в первых кадрах программы, которая стартовала в 18 часов московского времени, телезрители увидели гладко выбритого Андрея Малахова. В репортаж из Украины телеведущий прилетел, чтобы повидаться с оперной певицей Марией Максаковой, вдовой убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В тот же день, 28 августа 2017, но уже в 23 часа московского, вновь Малахов, прямой эфир, спецвыпуск. Телеведущий представил документальный фильм «Диана. История ее словами». Ну что с Малаховым? Где его симпатичное, гладко выбритое лицо? Он вновь слегка заросший. Это за 400 часа, прошедшие со времени первого в этот вечер эфира. И хотя во всю стену студии огромными буквами нас уверяют, что это, дескать, прямой эфир, невольно на ум приходят слова Станиславского. Не верю. Но программу, которая вышла в прямой эфир 14 апреля всего года, я смотрел, потому что мне позвонил об этом заранее Анатолий Кашпировский. Обратите внимание на своеобразный баннер этого прямого эфира. Это могли прочитать люди в студии и телезрители. Коронавирус. Анатолий Кашпировский возвращается? Вашему вниманию фрагменты этой программы. Мы в прямом эфире на телеканале России. Огромные армии поклонников переживают за Надежду Бабкину, Татьяну Буанову, Александра Васильева. Но самый главный сюрприз приготовил для поклонников Анатолий Кашпировский. В расках фандемии он вернулся теперь уже в интернет со своими сеансами. Для тех, кто забыл, кто такой Анатолий Кашпировский или не родился еще даже в то время, когда он вел свои знаменитые телеобращения, давайте напомним, понимаем. И Малахов со своей командой напомнили, как принято говорить у телевизионщиков, видео рядом давно забытых кадров, полагаю, из архива ЦТ Центрального телевидения Советского Союза. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так вся страна следила за телесеансами. Признаюсь, что слова о возвращении Кашпировского меня удивили и, как говорится, резанули слух, потому что откуда он возвращается и куда? Впрочем, по мере того, как от микрофона высказывались приглашенные в студию люди, становилось понятной и, как говорится, сверхзадача этого прямого эфира. Присутствующим в аудитории и телезрителям ее, эту самую сверхзадачу, напоминали коронавирус. Анатолий Кашпировский возвращается? Здесь уже вопрос, зачем вернулся Анатолий Кашпировский? И Малахов, как я понял, собирается предупредить людей, чтобы Кашпировского не смотреть, не слушать, что ли? Так надо его понимать. Здесь пишут, да, Кашпировский всплыл, да, все это похоже на сеансы бабки-повитушки, но это, я считаю, новая зная, вот тут обсуждается в интернете. Впрочем, похоже, Малахов не собирается скрывать истинную цель своей программы и даже намерен как-то предупредить людей. Как-то, мне кажется, нужно предупредить людей, да, которые, вот как эту Марию Пакс, которая ждет, что он должен спасти человечество, да, но вот... И каждый из присутствующих в студии, услышав этот своеобразный посыл ведущего в меру своих способностей, старается отработать оказанное ему доверие участвовать в этой программе и как-то предупредить людей о так называемом возвращении Анатолия Кашпировского. Посмотрите и внимательно послушайте фрагменты, как это делается в программе Андрея Малахова. Александр Пашутин, народный артист Российской Федерации. Ну что, парень приехал срубить бабла немножко. А что он из Америки, там что, меньше больных? Там не меньше, но вот он начал действительно свои сеансы в интернете. Мария Пакс пишет, пожалуйста, сделайте сеанс, чтобы поднять иммунитет, спасите человечество. Ну, правда, есть, конечно, и веселые комментарии. Испытывал затруднения с мочи и спусканием, но после сеанса ответа, смеха, спасибо, лайк, респект. Но вообще, это же говорит что-то про время, про здоровье нации, если уж так, Митя Аркадьевич. Ну, я думаю, что то время сейчас не возвратится, во-первых. Ну, это какой-то бред. Я думаю, у нас грамотные люди. И при этом, обратите внимание, судя по титрам, многие из присутствующих в студии медики, то есть, получили образование такое же, как и Анатолий Кашпировский, медицинское. Их слушать особенно любопытно, что они говорят о психотерапевте с мировым именем. Дмитрий Еделев. Врача-гипнотизера. Самое главное, о чем мы хотели бы, наверное, сказать сегодня... Стоп-кадр для ремарки. Когда этот доктор медицинских наук, президент национального проекта здоровья нации, Кашпировского, почетного доктора психологических наук, назвал врачом-гипнотизером, что, как говорится, резануло слух, но было любопытно, о чем собирается сказать. Люди не знают, чем себя занять, у которых нет графика работы, которые вообще не понимают, вдруг люди, которые раньше сидели в офисе и не знали, чем заниматься, вдруг понимают, что каждый день, допустим, в час дня, они могут включить и что-то посмотреть. Вот это, к сожалению, даже не медицинское направление, это все-таки психиатрия. Простите за таптологию, но, полагаю, комментарий этого доктора меднаук, видеоряда более чем 30-летней давности, из ранних выступлений Кашпировского на стадионе, думаю, в комментариях, не нуждается. Главный врач ГКБ, номер 71, города Москвы, телеведущий. Когда мы такое видим и надеемся, я вообще, всегда, знаете, время, тяжелые времена, всегда, как говорили, знаете, психопаты и гликуши, да, поэтому зачем, ну, и так испуганное население, которое, в общем-то, готово сейчас принять любое, что чудо, что беду, выпускать человека с, ну, не знаю, мне кажется, это как-то... К слову сказать, на российском телеканале «Дождь» есть такая программа и так далее с Михаилом Фишманом. Так вот, с легкой руки Михаила Фишмана доктор Мясников попал и под «Дождь». Но дух момента лучше всех, как ему, собственно, положено по должности, сформулировал глава информационного центра по борьбе с коронавирусом доктор Александр Мясников. Не ушла эпидемия, ну и хер с ней. Как говорится, перед смертью не надышишься, а там наверху Господь отберет своих. Просто живите, все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Мы все равно все переболеем. А кому положено умереть, по-моему, так они все умирают. Кстати, идеальное название передачи. Спасибо, доктор. Доктор Мясников еще при этом и главврач одной из больниц в Москве. Я так и вижу этот дежурный вечерний обход. Пациенты к нему с вопросом бросаются. Доктор, мы будем жить? А он их так щелкнет по носу и ласково обнадежит. Как будет, так будет, друзья мои. Однако вернемся к шоу Андрея Малахова. Он сам себя выпускает. Сейчас же, понимаете, так тебе и живет. Открываешь интернет, и каждый второй журналист, блогер, интервьюер, инфлюенсер. Ирена Сирма. Психоаналитик, преподаватель высшей школы экономики. Хорошо, если это будет церковь. Вера, на что опереться. А тут опора, в опоры выступает Кашпировский просто. Опирается на него. Ты знаешь, что об актере в Пашутине до этой программы я не знал, не видел фильмов с его участием. Разумеется, хамство по отношению к Кашпировскому, этого российского актера, мне не понравилось. Но профессия журналиста такова, что надо подниматься над схваткой, не занимая ничью сторону. И быть объективным. Мне очень понравилось, как во время пандемии коронавируса, пользуясь случаем, Александр Пашутин обратился к женщинам. Даже говорят, для мужчин и женщин нужны разные лекарства. Ну вот знаете, вот коронавирус, понятно. Но я еще пользуюсь, хочу обратиться к милым женщинам и к милым дамам. Дорогие мои, в сложное время вашему же яму кто-то потерял работу, кто-то меньше будет приносить денег. Не пилите их, не угнетайте их, не унижайте своих мужчин, им тяжело. Чтобы этот коронавирус не мог семью вашу, самое главное, разорвать вашу семью. Вы будете здоровы от коронавируса, но чтобы он вот этой частью своей не ударил по вашей семье. Поэтому, милые дамы, берегите своих мужей. И ведущий Андрей Малахов, журналист бесспорно талантливый, это обращение актера умело использовал для того, чтобы представить героиню программы. Но как же в таком шоу и без героини? Дамы, берегите мужчин, мужчины, берегите дам. Но героиня нашей программы, вдова нигерийского принца Наташи Веденина, напомню, что она осталась одна с двумя маленькими темнокожими детьми. Да, как она переживает коронавирус, она выходит с нами на связь, и главное, у нее есть тоже рецепт, она уверена, что он очень помогает. Наташа! Привет, из черепаца, привет, Андрей. Я, конечно, знаю, что ты очень переживаешь за нашу семью, за моих малышей, шоколадочек. Но уверяю я тебе, они изумительно себя чувствуют. Если я с ними рядом, тогда все будет в норме. Патя, а мы все моем? Моем. Да, а потом моем литр. Потом моем литр, да? Ага, давай. Вот это я сейчас им обрабатываю ножки, Андрюша, большучим жиром. Кстати, тебе это тоже полезно. Это и для взрослых, и для детей. Редакция любви такого не просит. Но помогает, Андрюша, очень сильно помогает. Там, конечно, помогает. Ну, само собой, митронички и все остальное. И еще хочу сказать, что у тебя работа очень опасная. Я, конечно, тоже очень сильно переживаю за тебя, за твоих друзей, за тех людей, которых я знаю, которые с тобой работают. Я за них за всех переживаю. Будьте осторожны, Андрюша. Я вас всех люблю. Я вас очень сильно всех люблю. Ну, и Манаташу тоже люблю. Что скажете, Галина Михайловна, барсучий жир? Нет, ну, это в продолжение. У кого-то баранина четыре раза в день, у кого-то барсучий жир. И вот Кашпировского смотрит. То есть каждый для себя выбирает из того, что, может быть, никогда бы к этому не обратился. К этому умею. Барсучий штуя есть. А еще барсучий... Нет, ну, в общем, много. Еще была уринотерапия. Вот, может быть, кто-то сейчас тоже... Ну, знаете, все-таки есть большая разница. Священник Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Московской области. Есть большая разница, потому что когда ты вот барсучий жир, там, баранина, то, по крайней мере, если ты умрешь, то ты и ты сам виноват, да? Но я рекомендую, об этом священном писании написано, что Бог благословляет именно целительство, врачебное дело. Не просто какого-то шарлатанства, а именно врачебное дело. Это именно Богом благословленный труд, подвиг. И поэтому мы... Ну вот, смотрите, я вот совершенно в медицине не разбираюсь. И хотя в моей жизни бывали случаи, когда врачи ошибались, а были случаи, когда меня спасали, я много в своей жизни болел. Но я... Не зависит от меня от чего. Вот мне врач сказал, я это делаю. Я не понимаю, как это там все устроено, тут всякие разные слова сложные звучали. Я доверяю. И если вдруг что-то со мной происходит, ну, в конце концов, тогда, ну, не моя вина. Я делаю все, что от меня зависит. А так, конечно, сейчас барсучий жир сверху мочой полить. Вот. Просто посмотреть, и там тебе уже коронавирус не страшен, в принципе. Вот так, ерничая, соревнуясь, каким казалось в остроумии, Малахов с его командой и приглашенные в студию гости программы в разгар пандемии коронавируса, образно говоря, дружно спасали людей от Кашпировского. И на экранах телезрителей всю программу Андрей Малахов прямой эфир присутствовало это напоминание. Коронавирус. Анатолий Кашпировский возвращается? Впрочем, это было видно из аннотации этого прямого эфира, выпуска от 14 апреля. Это из соцсетей. Послушайте несколько строк этой аннотации. Несколько дней назад мы напряженно следили за здоровьем Стаса Михайлова. Огромная армия поклонников переживает за Надежду Бабкину, Татьяну Буланову, Александра Васильева. Но самый главный сюрприз приготовил для поклонников Анатолий Кашпировский. В разгар пандемии он вернулся. Теперь его сеансы проходят в интернете. Дорогие друзья, надеюсь, вы получили представление об этом авторском шоу Андрея Малахова на одном из российских каналов. Послушали и, надеюсь, услышали гостей его студии. Некоторых из них, признаюсь, мне по-человечески жаль. Вроде бы высокие медицинские звания, занимаемые должности в медицине, но их суждения, с моей точки зрения, порой звучат как размышления, простите меня, дилетантов от медицины. Господь им судья, а нам, как говорил украинский классик, нам свои робыки. И я вас приглашаю вместе со мной заглянуть на официальный сайт Анатолия Кашпировского. Ссылку я обязательно дам. И не сомневаюсь, что многие из вас станут настоящими читателями и зрителями сайта Анатолия Кашпировского. И, поверьте, мои интуиции, по большому счёту, будут вознаграждены за своё внимание к этому доктору подлинно с большой буквы, потому что это мастер-классы психотерапевта с мировым именем. На главной странице, прямо под портретиком Анатолия Михайловича Кашпировского, вы увидите раздел «Телемосты». Кликните, как говорится, «Телемост Москва-Киев». 1988 год. Много разделов. Видите, начинаются видеооперации, фотографии, академик Бондарь из фильма «Право на риск». Ну и дальше, дальше, дальше. А заканчивается это поздравление Любови Гробовской с днём рождения. А вот и дата. На сайте, напоминаю, Анатолия Кашпировского. 24 марта 2020 года. Москва. А теперь, дорогие друзья, как говорится, информация к размышлению. Вдумайтесь. 1988 год. Любовь Гробовская, которая в ту пору 39 лет, больна. Онкология. Опухоль в груди. И согласитесь, героическая женщина соглашается на операцию без наркоза, потому что поверила Кашпировскому, который, находясь за тысячу километров от операционной, связан со своей пациенткой телевидением. Операция проходит успешно и взрывает, как сейчас модно говорить, медицинский мир. Крупнейшие мировые агентства сообщают о феномене доктора Анатолия Кашпировского. Любовь Гробовская, первая в мире женщина, которой была произведена хирургическая операция без наркоза с применением психологического обезболивания на расстоянии более тысячи километров. Подвиг, которому уже 32 года. Анатолий Кашпировский по видео на своем канале в ютубе поздравляет свою пациентку Любовь Гробовскую с днем рождения. И все это можно рассмотреть, увидеть до мельчайших деталей, как нынче принято говорить в цифре на сайте Кашпировского. Посмотреть видео, почитать публикации и попытаться осмыслить. Давайте еще раз вместе с вами вернемся на сайт Анатолия Кашпировского. Вот это видео вы можете видеть перед операцией в операционное отделение. Это интервью перед операцией берет его мой коллега Валентин Щербачев у Любовь Гробовской. Ей в эту пору 39 лет. Анатолий Кашпировский за тысячу километров от операционной. Напоминаю, это кадры телемост Москва-Киев 1988 год. И все это вы можете почитать, послушать. Услышать не пересуды, не байки, а из уст самого Анатолия Кашпировского. Увидеть уникальные кадры из операционной. Остановленное мгновение, как говорят о фотографиях. Любовь Гробовская на операционном столе. Телемост Москва-Киев 1988 год. Психологическая анестезия первой в мире телевизионной хирургической операции. Процитирую Анатолия Кашпировского. Никакой боли она не испытывала. Находясь в полном сознании и не нуждаясь ни в каком гипнозе, вряд ли кто понимал и до сих пор понимает, что существуют гораздо более сильные возможности психологического воздействия без применения гипнотического усыпления. Написал уже в наши дни, в 21 веке, Анатолий Кашпировский на своем сайте. Познакомьтесь и вдумайтесь в эти, с моей точки зрения, уникальные документы нашего времени. Поздравление Любови Горобовской с днем рождения. И Анатолий Михайлович Кашпировский поздравляет ее из Москвы. Однако, чтобы почувствовать уникальность этих документов, собранных на официальном сайте Анатолия Кашпировского, вернемся к разделу телемосты. И обратим свое внимание вот на этот телемост Киев-Тбилиси, 1989 год. Анатолий Кашпировский пишет, для еще большего укрепления доказательства, что по телевидению можно очень сильно влиять на человека, даже вызывая резкое обезболивание, я решил провести еще один телемост. На этот раз уже с двумя пациентками и с более тяжелыми операциями. И здесь, с моей точки зрения, очень важная мысль Анатолия Кашпировского. Процитируем его. Для будущего телевизионного лечения крайне необходимо было создать мощный и непоколебимый настрой миллионов людей на реально сильного воздействия на организм человека посредством телевидения. Поэтому мне требовались очень яркие доводы. Ничто не отвечало этой цели лучше, чем дистанционное обезболивание хирургических операций. Я хорошо помнил слова Некрасова. Дело прочно, когда под ним струится кровь. Читаем на официальном сайте Анатолия Кашпировского в разделе Телемост Киев-Пбилиси, 1989 год. Для тех, кто не знаком с этим сайтом, искренне говорю, будете смотреть, читать, слушать, словно увлекательную документальную повесть. И это не просто слова, уж поверьте мне, конкретный пример. Сегодня на мониторе моего, слава богу, рабочего компьютера время 11.42 секунды 30 мая 2020 года. И вот в поисках нужного мне материала вдруг, а быть может и не вдруг, если все в этом подлунном мире тесно взаимосвязано между собой, вижу собственный комментарий. Написал его 22 октября 2016 года. Вот здесь и номер есть его порядковый. 51 тысяча, 495-й. Что же писал тогда? Дорогой Анатолий Михайлович, радуют глаза и эти прекрасные, на мой взгляд, афиши и строки информации о ваших выступлениях в Москве, в Торонто, в Нью-Йорке и далее везде. Вы ведь всей своей предыдущей деятельностью давным-давно утвердили себя человеком мира, феномен которого еще долго надлежит познавать многим НИИ разных стран и континентов планеты Земля. Здравия вам, благополучия, любви и счастья, на радость себе и людям Бог даст до 120-ти. Всегда ваш Дэви Аркадьев, Филадельфия. Торонто, ноябрь 2016-й. Что же это было? Давайте посмотрим. Вот мой комментарий, впрочем, не о себе любимом. А вот и афиша тех событий 2016-го года. Да, вот эти глаза Кашпировского, о которых пишет ваш покорный слуга. И вот уже на главной странице сайта Анатолия Кашпировского анонс «Следующий прямой эфир состоится 1 июня 2020 года в 19.00 московского времени». Статья Владимира Натрихина, члена корреспондента Петровской Академии Наук и Искусств, академика Российской Академии Социальных Наук. И, с моей точки зрения, уместный, как никогда, эпиграф к этой публикации «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые» – Фёдор Тютчев. Дорогие друзья, надеюсь, вы услышали и поняли, что я работал над этим видео и 1 июня, когда говорил о прямом эфире Анатолия Кашпировского в этот день. Он состоялся. «Кашпировский. Борьба с осложнениями в лёгких после коронавируса». Прямой эфир из Москвы 1 июня 2020 года. Ссылку, естественно, я дам. Но хочу обратить ваше внимание, что 1 июня – это Международный день защиты детей. И в этот день на официальном сайте Кашпировского я оставил свой комментарий. Дорогой Анатолий Михайлович, сегодня Международный день защиты детей невольно подумал о том, как же здорово в 1988 году вы помогли. Цифру, увы, точную никто не назовёт. Избавиться детишкам от энуреза – коварнейшего заболевания. А ведь тем вашим телепациентам сегодня уже лет по 40-45. Вспомнить ли об этом ваш Дэви Аркадьев, Филадельфия? Комментарий добавлен 1 июня 2020 года, номер 68597. Надеюсь, вы услышали, что в своём комментарии я не назвал точную цифру детей, которым помог Анатолий Кашпировский. А несколько дней назад нашёл и интереснейшие цифры из того далёкого 1988 года, когда Анатолий Михайлович Кашпировский помогал детям. Процитирую вам цифры того времени. На этот раз он гарантировал излечение детей от энуреза. Впоследствии появились данные, что за 3 часа 15 минут удалось оздоровить около 72% детей. На тот момент это было около 800 тысяч человек. Вдумайтесь, дорогие друзья. Более 30 лет тому назад психотерапевту Анатолию Кашпировскому удалось оздоровить около 800 тысяч детей. Словно путешествуя во времени, приглашаю вас вернуться лет на 30 назад и познакомиться вот с этим материалом. Непростительное раскаяние Леси Ершовой. Видеодокумент 20 века. Фрагмент телемоста Киев-Тбилиси 2 марта 1989 года. Всё, ну мы теперь, мы видим, как мы целуетесь. И я думаю, что мы... У нас тоже сейчас прозвучат аплодисменты. Ну что я понял? Я как у нас уже еще. Представляете? Да, я думаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ребята, ну, это нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всё прекрасно будет, оказывается. Программу тебе дал. А без пользования надо сколько? Ну, на сто дней. А сто дней? На сто дней. Да, б*****ь. Я думаю, что вы все услышали. Счастливое лицо уже прооперированной Леси Юршовой и ее слова «люблю вас», конечно же, относятся они к доктору Анатолию Кашпировскому. А это уже кадры другого видео. Анатолий Кашпировский участвует в пресс-конференции, в которой принимает участие и Леси Юршова. Ленинград, 1990 год. Небольшой фрагмент услышите Леси Юршову. Если бы на сегодняшний день меня спросили, какая самая счастливая минута у тебя в жизни, я бы сказала, тот момент, когда меня разрезали, я не ощутила боли, потому как я очень боялась. Оперироваться вот с этой первой минуты. Ну, а дальше все протекало. Вот мы потом просмотрели, у меня пленка есть дома, с хирургом, с моим другом. Это операция, часть операции у меня есть, моменты, фрагменты. Уже в сентябре месяца примерно, что у меня плохие отношения с Анатолием Михайловичем, они вот тоже очень часто стали звонить. А потом появился вот юрист, как он себя назвал, предложил мне статью, одну, другую, и говорит, что вот по этой статье вы можете закрыть свои фильмы. Ну, в смысле, как сказать, я правильно говорю? Фильмы, где фиксировались. Да, операцию, сделанную с вашего согласия. Ну, да. Вот. А потом, значит, вдруг такой звонок, и говорят, Леся, вот, можно, вы понимаете, Анатолий Михайлович, тут, в общем, слухи разные, но это точно, мы в этом уверены, вы даже не сомневаетесь, что он не должен быть, ну, на виду всех. Его талант, если он вообще так в кавычках, ну, это так они говорили, только одна вы можете это все правильно сделать. Вот. Говорю это вам, как участник той пресс-конференции 30-летней давности в Ленинграде. Вот вы видели. Слово сказать, на той пресс-конференции я спросил Лесю Юршову, когда же вы говорили правду Леся, сразу после операции, в прямом эфире, когда благодарили Кашпировского, или через год, когда сомнительные люди предлагали вам большие деньги, чтобы вы оклеветали Анатолия Михайловича. Полагаю, вы догадываетесь, что четкого ответа от Леси не последовало. Анатолий Кашпировский в Ленинграде, помню, мне сказал, что Леси Юршова призналась ему, что боится меня. Господь ей судья. Стоп-кадр той же пресс-конференции в Ленинграде 30 лет тому назад. Дмитрий Гордон еще с прической. Известный в наши дни журналист, писатель. Впрочем, Дмитрий Ильич в моих комментариях явно не нуждается, а то еще чего доброго неправильно их может понять. В качестве ремарки рекомендую новое интервью Гордона с Иларионовым. Ссылку я дам. На мой взгляд, мастер-класс от Иларионова и, к тому же, его точка зрения о Дмитрии Гордоне. Для тех, кто не знает, Андрей Иларионов – российский политик и экономист, ставший научный сотрудник Вашингтонского института Катона, экс-советник Путина по экономике и его доверенное лицо в большой восьмерке. К слову сказать, думаю, что упомянула Гордоне не случайно. С моей точки зрения, влияние Кашпировского на становление Димы не только как журналиста, но и как личности было огромным. Впрочем, полагаю, мне говорить об этом не совсем корректно. Если Гордон захочет, сам когда-нибудь расскажет. И лучше, на мой взгляд, это сделать вместе с Анатолием Кашпировским. Дорогие друзья, пожалуй, буду завершать работу над этим видео об Анатолии Кашпировском. Сейчас уже поздний вечер 7 июня 2020 года. Не сомневаюсь, что многие из вас, конечно же, знают о том, что вчера, 6 июня, в мире отметили 221 годовщину рождения Александра Сергеевича Пушкина. А я невольно вспомнил о том, как однажды Кашпировский, будучи с каким-то приятелем в Нью-Йорке довольно в позднее время, попросил, чтобы его сводили в опасный район Нью-Йорка, Горлем, где в основном проживают афроамериканцы. И, несмотря на то, что Кашпировского его приятель отговаривал там появляться, Анатолий Михайлович настоял, рассказывал об этом, как группа афроамериканцев, к которой он подошел, довольно настороженно к нему отнеслась. Но вот одного из них он спросил, читал ли тот Пушкина. Афроамериканец, к которому он обратился, заплакал. И когда Кашпировский выяснил, почему он заплакал, тот ответит, что он знает о Пушкине, но его никогда о нем не спрашивали. Вот такие ассоциации в связи с 221 годовщиной рождения Александра Сергеевича Пушкина. Дорогие друзья, признаюсь, что мне над этим видео, над которым работал, естественно, с перерывами месяца-полтора, было интересно. И хотелось бы узнать из ваших комментариев, и не уверен, будет ли интересно это вам. Просьба к вам, дорогие друзья-подписчики, не стесняйтесь, оставляйте свои комментарии. Я не знаю, как к этой моей работе отнесется и сам Кашпировский, ведь с Анатолием Михайловичем я ничего, естественно, не согласовывал, будучи журналистом свободным от обязательств. И Анатолий Михайлович очень бывает недоволен, когда люди, рассказывающие о нем, допускают какие-то неточности о его великом деле. Поэтому мне трудно даже предположить, как Кашпировский отнесется к этому моему видео. В заключении скажу, что все ссылки и на сайт официальный Анатолия Кашпировского, и на его канал в Ютубе я обязательно в тексте укажу. Повторю то, что однажды уже говорил в своем видео, что канал Анатолия Кашпировского в Ютубе считаю одним из самых гуманных каналов в безбрежном океане его величества интернета, потому что это о здоровье человека, это о нас с вами из уст Кашпировского, о феномене которого, как я уже говорил, в мире медицины заговорили более 30 лет тому назад. И от души желаю, будьте все здоровы, благополучны. И несмотря на пандемию коронавируса, а в Соединенных Штатах Америки и очень тревожные дни и ночи, и несмотря ни на что оставайтесь оптимистами. Искренне ваш Дэви Аркадьев сегодня 7 июня 2020 года из Филадельфии, где нынче, как и во многих городах Соединенных Штатов Америки, очень и очень неспокойно. И у нас, как и в десятках городов Америки, тоже комендантский час. Впрочем, вспомните, что было написано на кольце у Соломона. И это пройдет. Бог даст быть добру. Буду вам признателен, если будете привлекать подписчиков моего канала в Ютубе и с особой нежностью относиться к тем, кто будет оставлять свои комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова